День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткове. Олег Пек Александр Шунин и к нам присоединяется Денис Клюкин, директор Иринюшской гимназии. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Наверное, ну вот начало, во-первых, поздравляем с началом учебного года и вас, весь преподавательский состав, всех учеников гимназии. И родители, конечно же, тоже. Да. И, конечно, что самое главное, какие, может быть, самые главные вызовы, я не знаю, этого вот года учебного предстоящего, потому что, ну, много ведь и угроза опять каких-то пандемийных там ограничений маяча. То есть, кто-то говорит, что вот, может быть, что-то произойдет из-за забастовки учителей. То есть, ну, много таких вот событий, с которыми придется справляться. Ну, наверное, для нас это последний спокойный год возможный, потому что мы надеемся, что пандемийные ограничения нас не затронут в этом году, и мы сможем, наконец-то, проучиться год и восстановиться, хоть как-то восстановиться от последствий двух предыдущих лет. Через год, как планирует правительство, начнется полный перевод программ национальных меньшинств на латышский язык, поскольку у нас такая программа осуществляется, следовательно, нас затронет тоже. Поэтому в этом году у нас есть возможность отдышаться перед какими-то резкими движениями. И, несмотря на то, что ощущается и везде, и в частности в нашей школе нехватка педагогов, мы в этом году закрыли все вакансии. И я думаю, что этот год мы проведем спокойно, этот год проведем мы в такой хорошей рабочей атмосфере, постоянно держа уме, следующий год, вот следующий год, это будет что-то страшное. — Насколько мы понимаем, такая ситуация, можно назвать ее, наверное, уникальной, ну, только в вашей школе, может быть, еще в нескольких, где закрыты все вакансии, потому что даже на уровне министерства постоянно говорится о том, что учителей не хватает, и в том числе латышского языка, и точных наук. — Как так получается, что у вас хорошо, а везде не очень, и что делать остальным? — Нет, нет. Закрыть все вакансии не означает, что вакансий нет. Когда мы начинаем работать и выполняем полностью учебный план, и все предметы преподаются и не пропадают, это не означает того, что на самом деле вакансий нет. Это означает только то, что мы смогли каким-то образом перераспределить нагрузку учителей, каким-то образом модифицировать учебный план для того, чтобы учебный процесс не остановился. Идеально эту ситуацию не назовешь, потому что все равно в любой школе есть скрытые вакансии. Школы уже привыкли работать в этом режиме, когда в течение учебного года, на новый учебный год они ищут новых учителей, но когда их не хватает, начинаются игры с нагрузкой. И как бы не было ужасно, нам надо работать. Мы должны выполнять свой профессиональный долг, и все, по большому счету, школы 1 сентября стартуют практически все без невыполненных обязательств перед учащимися. В то же время, конечно, если говорить по-честному, то перегрузка учителей страшная. У меня есть учителя, у которых 36 уроков в неделю, при рекомендуемых 28. И, конечно, говоря о том, что у нас нет вакансий, я отчасти лукавлю, но поскольку я ожидаю того, что в какой-то момент произойдет ситуация, что учителей физически не будет, даже перегруженных, я позитивно смотрю на текущую ситуацию. А что это значит, что учителей физически не будет? То есть, когда эта ситуация может возникнуть? И что, в самом деле, какое решение может произойти? Ну, я ожидаю эту ситуацию в следующем году, когда, если все планы правительства и Министерства образования осуществятся, начнется перевод программ меньшинств на латышский язык, сразу в первых, четвертых и седьмых классах, в первую очередь, я говорю о первых и четвертых, возникнет нехватка учителей в связи с тем, что многие учителя-пенсионеры или работают в этих классах, или учителя, которые не хотят подвергать себя дополнительному стрессу в связи с этим переводом на латышский язык, могут покинуть учебные заведения. И это примет массовый характер. Сейчас беда каждой школы – это индивидуальная трагедия. В какой-то школе нет учителя биологии, в какой-то учителя еще какого-то предмета. Учителя латышского не хватает как классного, постоянно растет нагрузка. Когда я говорю про 36 часов нагрузки, это учитель латышского конкретно у меня в школе. Но когда начнут выпадать прямо параллели учителей, целые возрастные группы уйдут. А это, ну, в Риге это будет, я думаю, достаточно массово. Вот тогда случится беда. – Вслед за этим будут ли покидать нынешние школы нацменьшинств дети, переводиться в условно-латышские школы? И следует ли за этим еще больше так называемая оптимизация? То есть количество школ еще больше сократится в столице, вообще по стране? – Ну, вопрос оптимизации. Я все-таки всегда занимал позицию, что оптимизировать надо активнее. Я, несмотря на всю мою критику господина Шадурского, когда он пытался оптимизировать, подойдя к этому, скажем так, научно, я всегда поддерживал этот подход. – Вот. Но рынок труда педагогический, он все равно рынок труда. И от того, что убудет в одних школах педагогов, в других не то, что не прибудет, а рынок начнет выравниваться. И, следовательно, нехватка учителей, она может быть эпизодически, будет больше в школах, где до этого осуществлялись программы национальных меньшинств. Но в целом она усилится везде по рынку, усилится и в тех, и в других школах. Потому что, когда мы говорим о нехватке учителей-предметников по тем или иным предметам, их не хватает одинаково и в тех, и в других школах. И учителей латышского не хватает также и в латышских школах, причем, я думаю, что там ситуация ничуть не лучше. – Я правильно понимаю, что в условно русских школах главная проблема – незнание учителями латышского языка или боязнь проверок? А в латышских школах не хватает именно предметников, и здесь уже речь идет о престижности профессии? – Нет. Во-первых, учителя знают латышский язык. Но знать латышский язык и работать на 100% профессионально педагогом на уровне обучения на родном языке – это совершенно разные вещи. Потому что работая, например, в начальной школе с детьми, не владея языком на уровне родного языка, достаточно сложно эффективно осуществлять педагогический процесс. Потому что дети с очень разной языковой подготовкой, тебе надо быть готовым объяснить не просто весь учебный материал, но в том числе и объяснить детям, не владеющим латышским языком, что конкретное слово означает и в контексте. Поэтому здесь мы не говорим о невладении языком. На формальную категорию С учителя владеют. Но для полноценной работы, конечно, требуется владение на более высоком уровне. Как раз учителя-предметники, если мы говорим точные науки, естественные науки, им легче. Учителя-предметники, они уже давно работают на латышском языке, даже если он для них не родной, потому что там очень много терминологии, там очень системные предметы, им просто. Поэтому нехватка одинакова и в латышских школах предметников, и в условно-русских школах предметников. А проблема невладения языком, она ударит по начальной школе, и она ударит по пенсионерам. А вот это условное разделение на русские и латышские школы, оно сохранится или нет? Потому что я до сих пор не могу понять, ведь это же, ну, если мы говорим о том, что одинаковая система образования, вот это разделение на русские и латышские школы, оно как бы попахивает словом сегрегация. Ну, то есть это то, с чего вроде бы осуждается как раз-таки, как неправильный подход. Ну, я думаю, что в Риге, даже если вдруг случится за один год переход на латышский язык, условное разделение сохранится, за какими-то школами останется слава русской школы, за какими-то слава латышской школы, просто потому что образование обладает очень сильной инерцией. И если мы говорим про Ригу, Рига объективно, ну, достаточно, ну, в Риге на бытовом уровне доминирует русский язык, да, то есть вот то, что показывал нам Мерстаки, 57% семей, язык семьи русский, да, и, следовательно, есть условно районы, где русский доминирует, и в бытовой среде очень сложно использовать латышский язык, ну, приходя в магазин, на рынок, в каких-то удаленных районах, ты не найдешь там людей, которые принципиально с тобой не будут, даже не принципиально, а не будут владеть русским языком, а, следовательно, ты будешь вынужден с ними по-латышски говорить. И поэтому там существует достаточно сильная русскоязычная среда, которую очень сложно будет выдавить, и это будет, скорее, связано не с историческим разделением на русские латышские школы, а с географическим. Те районы, где будет преобладать русскоязычное население, все равно в школах будут преобладать русскоязычные дети, и они будут приходить из семьи. И здесь школа, что бы она ни делала, она все равно будет каким-то образом ориентироваться на адаптацию конкретных детей. Что касается детей из Украины, этот год пройдет, пройдет достаточно скоро, ничто не свидетельствует о том, что война быстро закончится, скорее всего, эти семьи останутся здесь. Что они будут делать через год, когда полностью на латышский язык нужно будет перейти? — Ну, начиная с 1 сентября этого года уже учебного, дети с Украины обязаны учиться на программах на латышском языке, на государственном языке. У нас в школе они учатся уже, то есть в тех параллелях, где у нас нет программ на латышском языке, нам пришлось попрощаться, они ушли в те школы, где все параллели закрыты, ну, условные латышские школы, да, у нас. И они за этот год уже должны достаточно сильно адаптироваться к латышскому языку. А если не будет каких-то резких скачков притоков беженцев, да, то те дети, которые уже приехали, я уверен, они достаточно хорошо адаптируются, потому что средний уровень мотивации украинского ученика, он гораздо выше, чем средний уровень мотивации латвийского ученика. Это мое такое субъективное мнение, то, что я наблюдаю у себя в школе, и я думаю, что они достаточно хорошо адаптируются, и через год они уже будут вполне себе нормально обучаться на программах на латышском языке. Но если будут скачки в вот этой динамике беженцев, ну, там уже сложно говорить, потому что очень хорошо сыграло то, что беженцам было позволено учиться, ну, скажем так, заключительную четверть прошлого учебного года на программах на латышском меньшинстве, и благодаря этому очень хорошо произошла адаптация, в принципе, и психологическая поддержка, и адаптация в Латвии прошла более-более мягко, чем если бы они сразу учились, ну, я говорю про Ригу, на латышском языке, потому что стресса латышского языка у них было меньше, да, ну, а теперь все, теперь правила другие будут учиться, как сказано. А что вы вообще можете сказать об украинских детях? Я так понимаю, в наших странах отличаются программы и подход к образованию, вы упомянули, что они более мотивированы, были ли они дисциплинированные, лучше ли они учатся вообще в принципе? Могут ли дать в чем-то пример местным детям? Да, в принципе, по всем показателям, относительным показателям, да, конечно, мы не можем сравнивать оценки, потому что им очень тяжело было явлиться в ту или иную образовательную программу, потому что у них другие программы, но по, назовем так, по показателям прилежности, конечно, они отличаются в выгодную сторону от наших детей. Видно, что, с одной стороны, и мотивация со стороны семей достаточно высокая, да, то есть дети приходят, и они приходят для того, чтобы учиться, получать и знания, и хорошие оценки. И, с другой стороны, видно, что украинская система, она, ну, скажем так, менее либеральна, там дети привыкли к тому, что школа всегда права. То есть нельзя скандалить и качать права, и жаловаться на учителя, а, в принципе, надо выполнять то, что, ну, как раньше говорили, учеба – это твоя работа, да, вот что-то в этом роде. — Моё мнение, что так. Я не могу сказать, я не работал и не учился в украинских школах, да, но по детям я могу сказать, что они действительно приходят в школу как на работу и относятся к ней максимально ответственно. — Говоря вот о работе, вы упомянули о том, что учителей действительно становится всё меньше и меньше. В чём причина вот этого падения престижа профессии учителя, и можно ли что-то с этим сделать, чтобы учителей всё-таки стало больше? — Ну, я всегда говорю, что дайте мне волю, я за три года решу эту проблему. Да, можно сделать, но это сложная системная проблема, которая упирается, наверное, в какой-то системный кризис нашей системы образования. Многое от слова «система». Потому что у нас дело даже не в просто слове «престиж», у нас достаточно не согласованно действует система подготовки кадров, у нас достаточно не согласованно действует в целом сеть школ, и у нас достаточно некомплементарно работает в сторону индустрии образования министерства. Поэтому я думаю, что вопрос престижа — это вопрос целенаправленной работы в течение года-двух, он легко решается. Но не решается вопрос доступности педагогического образования, не решается вопрос пропаганды педагогического образования, и не решается вопрос того, что в целом учителя не чувствуют, как это... нету чувства плеча со стороны министерства. — Забастовка, которая назначена на 17 число, может ли что-то решить, в принципе? Если все пойдет по тому сценарию, который был в предыдущие пару раз, то, конечно, это будет решение. Потому что даже угроза забастовки, в прошлый раз угроза забастовки повлияла на то, что задним числом были приняты изменения к законодательству по оплате труда педагогов. Это было еще при Шадурском, сколько там, года три назад это было. Но здесь, конечно, возникает проблемная ситуация в связи с тем, что однозначным противником забастовки во всех ее проявлениях является Министерство образования. И, скажем так, политическая сила, которую представляет министр образования, она представлена во всех, ну не во всех, но, по крайней мере, во многих самоуправлениях, в правящей коалиции. А, следовательно, так как самоуправление является основателем школ, в основном в Латвии, в этих самоуправлениях, скорее всего, будут предприняты меры для того, чтобы торпедировать возможность массового участия в забастовке. Конечно, юридически оснований ограничить возможность бастовать нет, но физически это можно сделать очень некомфортно. На прошлой неделе премьер высказался в том смысле, что нет смысла в этой забастовке, потому что она назначена перед выборами, а все решения принимать все равно будет следующий состав Сейма и следующее правительство. Вы считаете, он прав хотя бы отчасти? Нет, я абсолютно не согласен. Как раз лидер нашего профсоюза, Ванага, наверное, еще, когда только озвучивались примерные даты забастовки, месяца 3-4 назад, она конкретно говорила, что да, мы будем проводить забастовку перед выборами. Да, мы это делаем, чтобы быть услышанными, потому что именно перед выборами политики лучше слышат, и если они не слышат, избиратель делает выводы. Поэтому даже если какие-то решения будут принимать, будет принимать следующее правительство, то у избирателя будет возможность сделать выбор. А если политики в итоге решат услышать педагогов, ну, тогда мы добьемся своих целей. Вы упомянули последствия тяжелые удаленного обучения, ковида. Насколько действительно эти два года отразились на образовании? Что было, может быть, упущено, пропущено? Как сейчас будет выравниваться эта ситуация? Образование, два года ковида особо сильно ударили по детям с не лучшей успеваемостью, скажем так. То есть дети, которые хорошо учились и до ковида, они хорошо учились и во время ковида, поэтому здесь изменений сильных нет. И произошла ситуация, она, в принципе, похожа на ситуацию вообще эффекта ковида в целом на общество. Произошла ситуация достаточно серьезного углубления расслоения, если так можно сказать. Медиана среднего балла поползла вниз. То есть хорошистые отличники учатся так же, как и учились, а вот те, кто были средненькие, начали сползать вниз. А нам вот сейчас предстоит, ну, у нас задача сейчас выровнять эту ситуацию, максимально сфокусируясь именно на вот этой группе учащихся. Это, конечно, не отменяет работы с талантливыми учениками, но дети, у которых в семье была мотивация и до этого низкая, и мотивация поддерживалась, в первую очередь, со стороны школы, конечно, во время ковида эту мотивацию потеряли еще сильнее. Возвращаясь к вопросу следующего года и массового оттока учителей и школ, может ли сложиться ситуация, когда будут призваны, что называется, в ружье ушедшие на пенсию учителя, и, с одной стороны, это будет спасение вот этой ситуации, с другой стороны, ну, все-таки пожилые люди – это не то же самое, что молодые, современные. – Я думаю, что все пенсионеры, кто мог бы работать сейчас в школах, я сам… – Такого запаса уже не осталось? – Запаса ноль, потому что я целый ряд коллег, которые еще были мои учителя, уже ушли на пенсию, я годами удерживал их в школе, но в какой-то момент даже они ушли, потому что, ну, приходит то время, когда ты должен прекратить профессиональную деятельность в таком плане. И я думаю, что нет, запаса нет. – Ну что же, да, такая немножечко драматическая, я понимаю, ситуация складывается. – Ну, какая есть. – Да. – Мы хотели услышать о текущих событиях, об актуальных, мы услышали. А Денис Клюкин, директор Рижской средней школы РИН, уже был с нами в прямом эфире. Вот об актуальных вопросах учебного года 22-23-го годов. Огромное спасибо, удачи, успеха в борьбе с министерством, и пускай они повернутся уже, наконец-то, лицом. – Спасибо большое. – Спасибо, всего доброго. – До встречи. – Хорошего дня. Радио Болтком Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова